Привет! Это так, чтобы вам в кадре повеселее было, что-то положил, то, что под руку попалось сразу. Значит, что бы вам хотелось спросить? Значит, прежде всего, что вы бы хотели, пожалуй, так увидеть? Какие-то, может быть, знаете, вот это видео будет такой вопрос-ответ я устрою впервые, наверное, такое. Не припоминаю, что броня была на моем канале. В общем-то, если у вас какие-то есть вопросы по отношению ко мне, к ножам, к каким-то нюансам, в общем-то, задавайте свои вопросы, я вам поясню в крайнем случае просто комментарием или ссылкой, а даже вполне возможно, сниму какое-нибудь коротенькое видео, о котором, в общем-то, ну как коротенькое, смотря сколько вопросов будет, и в котором постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы задаете. Может быть, вас какие-то вопросы интересуют, может быть, что-то вам накапливается, и, может быть, вы должного ответа, ну там, так или иначе, не получаете. В общем-то, вопросы позадавайте, я вам на вопросы могу ответить. То есть, такой вопрос-ответ я хочу устроить, ну, попробуем, что-то такое, понравится ли этот режим мне, вам. По поводу видео, у меня достаточно видео, чтобы сейчас выкладывать, сейчас отснято уже там на неделе, на три, на четыре вперед видео. Сейчас приходят мне ножи, вот, со дня на день приходят, уже они вот-вот-вот-вот, я вижу, что по трек-номеру, вот-вот они ко мне придут. Значит, соответственно, это будут ножи, которые по вашим заявкам тоже, где вы там голосовали, на Резетру выбирали ножи. Эти ножи тоже приходят вот-вот, и, соответственно, там я надеюсь, что будут те ножи, за которые именно мы голосовали, которые я, в общем-то, просил привезти, и тоже будут видео подсняты на этот счет. То есть, сейчас у меня есть, что выкладывать вперед, прям хорошо есть, все подснято, есть, значит, опять что снимать, то есть, вообще вопросов с этим нет никаких, и я думаю, что в данном случае видео, именно вопрос-ответ, оно как бы не для того, чтобы заполнить там какой-то пробел, да, в контенте, а именно просто, чтобы, ну, может быть, чуть-чуть больше пообщаться, значит, с подписчиками на предмет того, что, может быть, кого-то что-то интересует, ну, в общем-то, какой-то опыт, мнение, что-то вот прошло со временем. Например, я вам могу сказать, что, допустим, тем же самым примитивом, помните такой нож? Не знаю, кто смотрит мой канал довольно давно. Например, я очень доволен, он у меня нож для души, который мне очень нравится, не собираюсь его никому дарить, не продавать, ничего, но лежит и не используется. Ну, вот, например, вам как бы какие-то такие, знаете, если у кого-то есть вопрос по этому ножу, вот вам как бы и ответил. То есть, очень нравится, классный нож, вообще замечательный для души. Ну, вот не пользуюсь, не пользуюсь, как-то вот по практичности все-таки не то. Вот, но, в общем-то, это было сразу, наверное, понятно, однако продавать его, дарить и еще что-то пока в планах нет. Пусть будет, все-таки душ он действительно радует. Значит, какие такие мнения по поводу фонариков, там, по поводу точилок, по поводу ножей, ну, я не знаю, может быть, чего-то другого. Если хотите, спрашивайте, вот такую рубрику создам. Давно, кстати, мечтаю о втором канале, на том, чтобы рассказать вам какие-то впечатления, ну, не связанные с ножами. Давно мне говорят, если что, создай свой канал, но мне кажется, что его никто не будет смотреть. То есть, ну, не очень хочется, честно говоря, делать какой-то труд, и чтобы его там посмотрели, там, три человека, ну, и как-то вот это не хочется. Не знаю, есть много чего рассказать. У меня, допустим, поменялось несколько штативов, камера, допустим, на которую снимаю. Очень много, на самом деле, было куплено, вот, в недавнее время бытовой какой-то техники. Очень много чего выбиралось, много чего менялось. Например, телевизор я менял там дважды. Один, потом второй, потом третий. Ну, как бы пришлось тогда. То есть, я купил, понял, что барахло поменял. Ну, то есть, какие-то, конечно же, впечатления я мог бы вам рассказать. То же самое, кстати, было со стиральной машиной. То есть, я купил одну, прошел месяц, продал ее, купил другую. Потому что понял, ну, вроде бы выбирал, вроде бы старался, но понял, что вот там ряд недоработок присутствуют. Причем, это, само собой, вот известный бренд. Это, как бы, абсолютно никакая не реклама, само собой. Это вот то, что я просто покупал для себя, и то, с чем сталкивался с какими-то проблемами, или наоборот, полностью доволен. Может быть, какими-то отзывами бы я бы хотел поделиться. Опять-таки, я не говорю, что канал у меня там должен быть, которым там много кто смотрел, и он там какой-то коммерческий, там еще что-то, вот это не интересует, на самом деле. Но, само собой, хочется, чтобы, если вкладываешь какое-то свое время, какой-то свой труд, хотелось бы, чтобы получить отдачу обратную. То есть, чтобы люди посмотрели, чтобы это было кому-то интересно, чтобы что-то как-то обсудили, обменялись мнением. В общем-то, ну, не знаю, если интересно, выскажитесь тоже. Может быть, сделаю такое. То есть, у меня такие даже порывы были, даже кое-что там подснято, на самом деле. Ну, ничего в итоге не выложено, вот, касательно там какого-то второго канала. То есть, так он, в общем-то, и не функционирует. Хотя, в общем-то, я бы нашел, наверное, время на него. То есть, и очень много чего нашел бы, ну, поделиться вот такого жизненного, да, то там, то там, каких-то впечатлений мог бы рассказать. Хочется мне как-то, вот, наверное, выйти иногда за границы ножевого канала. Потому что, ну, это интересно, но вот общение со зрителем все-таки, наверное, больше бы хотелось. Ну, как-то так. В общем-то, ладно. А этот канал вроде бы тоже, знаете, зах... Ну, не то, чтобы захламлять, да, но просто как бы это другое. Здесь уже прям такой канал, серьезный, ножевой. И вот, кстати, посмотрите, насколько он на самом деле сейчас достаточно внушительный по объему тех ножей, которые были подсняты. Сейчас крайне трудно найти какой-то бренд, который не был подснят, какие-то ножи. Ну, там, сейчас что ни кинется, уже практически все уже, ну, такое иногда кажется, что, знаете... Иногда захожу нарезать руку, у которых там огромный ассортимент ножей. Там смотрю, 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 и даже не знаю. Вот было, было, было. Это там практически то же самое, что было. То есть, там, знаете, отличий там особо как бы... Ну, и вот смотришь, иногда даже не находишь так сходу быстро, да, и легко, что бы такого хотел подснять. И, кстати, наверное, было все, что прям вот сильно хотелось, знаете, что прям вот горело, прям вот подснять, подснять, подснять. Ну, Хиндера бы, да, я бы еще посмотрел. Вильяма Генри посмотрел бы, может быть, такого именно какого-нибудь крутого, такого, знаете, чтобы вот прям вот вообще прям с наворотами. Ну, это из такого, знаете, просто вот из того, что на ум приходит. А так, по большому счету, хотел там много чего посмотреть. Из Спайдерка, из Баков, там, из там всяких там ножей, ну, в принципе, из Страйдера, из Сибенза. Ну, все уже было, там, Майкротеки всякие были. Ну, знаете, иногда так кажется, что да и подснять даже нечего. Нет, я думаю, что, конечно же, есть чего, там, десятки тысяч ножей, а у меня там 500 только с чем-то видео всего лишь, да. Но все равно, все равно сталкиваешься иногда с тем, что, ну, когда-то, когда-то, наверное, ножи, они все-таки, ну, должны отойти, по идее, да, отойти должны. Уже просто, ну, не знаю, когда-то все равно потенциал этот исчерпается. И, опять же, говорю, я не выхожу на какую-то там и цели не ставлю какую-то широкую аудиторию, раскрутка, там, прям, массовость и все такое прочее. Нет такого желания. Как бы стремления к какому-то там популярности на Ютьюбе, такого нет. Вот. Есть просто в качестве хобби какое-то желание чем-то поделиться каким-то мнением. Вот. Я, кстати, бывают отзывы пишу. Вот, знаете, что-то приобретешь, допустим, и впечатления там хорошие, плохие, еще какие-то. Вот. Я пишу отзывы. У меня на Яндекс.Маркете есть какое-то количество отзывов, которые я оставил. То есть, я, как бы, не против вот таких вот писать. То есть, у меня какая-то есть такая иногда потребность. То есть, я когда-то раньше на Ганзе писал. Есть вот у меня кое-какие статьи прям на Ганзе про те же самые ножи, про фонарик, там, по-моему, что-то тоже писал. В общем, потребность такая какая-то есть, да, вот, высказываний какого-то такого вот. И, в общем-то, потому, если какие-то у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И вот тоже, да, хотелось бы услышать как-то мнение. Я тоже поднимал этот вопрос. Там, вроде, какие-то люди говорили мне, что неплохо было бы второй канал. Ну, вот, интересно ли вам это будет? Даже не знаю. Опять-таки, больше хотелось бы поддержите ли вы своими просмотрами, да, чтобы, допустим, если я открою второй канал, там, и выложу, там, какие-то видео, ну, вообще, посмотрите ли вы, будут ли желающие посмотреть, там, чтобы их, там, было же, говорю, там, не три человека, а, там, 303 хотя бы, понимаете, будет ли просмотров для того, чтобы просто, ну, скажем так, труд, который сделаю, был кому-то востребован. Ну, вот, как-то так. Ладно, всем удачи, всем пока. Продолжение следует...